МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Вместе со снегом сошел асфальт, а некоторые дороги превратились в настоящие водоемы. Автомобилисты с трудом передвигаются по улице Зональная. Белорусские врачи высоко оценили профессиональный уровень карагандинских акушеров. Специалисты областного перинатального центра города Гродно провели мастер-классы для карагандинских медиков. Мальчикам лошадки, девочкам сережки. В детско-спортивной школе по конным видам спорта Кайрат отпраздновали на Урыс. Предстоящие паводки грозят не только сельчанам. Жители улицы имени Мусы Жалиля с опасением ждут потепления. По их словам, несколько раз в год в дворах наступает настоящее наводнение, которое приводит в негодность дорожное покрытие. Вот так вот наш экимат работает. На этих кадрах мобильного телефона запечатлена улица Зональная возле торгового дома Таир. Огромные лужи скрывают глубокую яму. Настолько глубокую, что проваливаются даже внедорожники. Сегодня лужа замерзла и стало отчетливо видно, насколько плоха дорога. Ну что, дорог у нас в Карагане нету, конечно. Сейчас снег входит и асфальт уходит. Так что... Вот именно эта дорога создает проблему как-то? Конечно, дорог. Дорог нету. Не знаю, чего они думают. Куда они эти деньги идут? Кому? А мы должны запчасти покупать за свои деньги. А что они думают? Что по ней ездить нельзя по этой дороге. Да и все. Что-то... Вот не я, но он... В машине бьем, вот тебе и все. Что ты думаешь? Бьем машину, ремонтируем. Вот и все. О неудовлетворительном состоянии внутриквартальных дорог не раз говорили жители домов по улице Мусы Джалиля. У Акиляни Гметова два года назад приобрела квартиру в одном из домов. Соседи сразу ее предупредили. С дорогами здесь большие проблемы. А главное – это так называемые сезонные наводнения. Мы прежде чем идти куда-то на работу или даже просто выйти в магазин за продуктами, мы обязательно надеваем сапоги резиновые и берем вторую обувь, чтобы переобуваться. Потому что в резиновых сапогах неудобно ходить даже по... Ну, в офисе, скажем, и так далее, и так далее. Детей своих не можем отправить в школу, потому что надо их вносить на руках. Местные жители не раз обращались за помощью к властям. Однако проблема не решена до сих пор. Пытались и мы получить комментарии. Но тщетно. По всей видимости, сегодня чиновники озабочены подготовкой к празднованию наурыза. 62-летняя пенсионерка из Балхаша, проживавшая вместе с тремя внуками в гараже, дождалась долгожданной реакции властей. После выхода сюжета в нашем телеканале, Ханье Шакирову и ее пятилетнюю внучку определили в кризисный центр. Местные власти обещают помочь бабушке с лечением и восстановлением документов. Сюжет о 62-летней Ханье Шакировой и ее внуках растопил лед равнодушия балхашских чиновников. 9 месяцев бабушка-инвалид и ее пятилетняя внучка буквально выживали в нечеловеческих условиях. Пенсионерка, снимавшая гараж за 10 тысяч тенге, едва не оказалась на улице. После публикации в СМИ семье начали помогать неравнодушные люди, а затем подключились и чиновники. Мы разместили в кризисном центре, выделили им комнату. Там они получают горячее питание, одежду. Двое внуков определены в интернат. Младшая внучка пойдет в школу. Пенсионерки дали направление на обследование в клинику имени Макожанова. Также ей помогут восстановить документы. Дочери пенсионерки власти также пообещали помочь с работой. Сейчас она уже вернулась из Астаны. После выхода сюжета нам стали звонить незнакомые люди. Немного помогли деньгами и одеждой. Акимат помог маме пройти обследование. И мы надеемся оформить инвалидность. Мне тоже нужно сделать удостоверение о личности. Пока обещания чиновников только на словах. Мы будем следить за дальнейшей судьбой пенсионерки и ее детей. Айям Амрина, Баужан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Последний фигурант дела экс-премьера Серика Ахметова выйдет на свободу досрочно. Казбекпийский районный суд по уголовным делам удовлетворил ходатайство. О уголовно-досрочном освобождении был отпека Искакова. Экс-директора компании «Индустриальный парк металлургия металлообработка». Искакову оставалось отбыть в местах лишения свободы один месяц и 23 дня. На сегодня он продолжает находиться в учреждении АК-159-1, поскольку постановление суда не вступило в законную силу. Напомним, Искаков был осужден за присвоение или растрату веренного чужого имущества к одному году шести месяцам лишения свободы. А в феврале Искаков воспользовался правом на амнистию. Его срок был сокращен на одну четвертую часть. 3 марта суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Взвесив все обстоятельства по делу, по материалу, основываясь на требования закона, суд удовлетворил ходатайство и условно-досрочно освободил его отбывание на оказание на неотпытую часть в виде одного месяца и 23 дня. Данные постановления вынесены 3 марта 2017 года, оно еще не вступило в законную силу. Продолжаем выпуск. Гродненские медики проводят мастер-классы для карагандинских специалистов. В программах международного сотрудничества в области здравоохранения между Белоруссией и Казахстаном активное участие принимают областной клинический перинатальный центр города Гродно. Первое приглашение – обменяться опытом с казахстанскими коллегами – гродненские медики получили еще в 2010 году. После первых семинаров визиты белорусских врачей и работников среднего медицинского звена в Казахстан стали регулярными. Гости из Беларуси отмечают высокий профессиональный уровень специалистов Карагандинской областной клинической больницы. Гости из Беларуси отмечают высокий уровень акушерской помощи в городе Карагандинской областной клинической больницы, а также высокий уровень теоретических и пластических знаний врачей. В принципе, наши знания и наши действия ничем не отличаются. Учитывая это, хочется отметить, что нам очень было приятно присутствовать на дискуссии с врачами, акушер-гинекологами и нанотологами по нашим актуальным вопросам. Участники делегаций проводят серии мастер-классов и семинаров, делятся с казахстанскими коллегами опытом по оказанию помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным детям. Не менее интересными становятся практические занятия по вопросам диагностики и лечения акушерской патологии, оказание реанимационной помощи, интенсивной терапии новорожденным. Оказываем помощь мы как в Республике Беларусь, так и в Республике Казахстан одними и теми же методами, ничем не отличающимися, можно сказать, от мировых стандартов. Работаем по протоколам, используем одни и те же практические пособия при введении беременных женщин на операции кесарю сечением. Стоит отметить, что Караганда не единственный город Казахстана, с которым сотрудничают белорусские медики. Гродненские специалисты побывали в пяти городах страны, где не только консультировали тяжелых специалистов, а также непосредственно участвовали в операциях. Андрей Тенбор, Жан Ермагомедов, Первый карагандинский. Художница из Семертау Лаура Большоканова хочет вписать в книгу Гиннеса новый рекорд. Она вместе с коллегами-художниками из 24 городов Казахстана и 9 стран мира изобразила портрет казахстанской модели Аи Шалкар в разных стилях и сделали огромный калаш. Заявку в книгу рекордов Лаура подала еще в прошлом году. На днях девушке пришел положительный ответ. Лауре Большокановой сейчас 27 лет. Девушка открыла в себе способности к рисованию чуть больше полутора лет назад. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В августе прошлого года Лаура попала в аварию и получила травму головы. Благо, молодой организм смог быстро восстановиться, да еще и с неожиданным сюрпризом. У Лауры появился дар. Всегда вообще нравился именно портретный жанр. Почему? Потому что он один из самых сложных, когда нужно передать не только внешние устройства, но еще какие-то именно характерные качества человека, эмоциональности, его характер передать. И тоже решила попробовать. Купила карандаши, бумагу, открыла видеоролики в интернете и вот так вот начала рисовать. Несколько месяцев назад Лаура запустила благотворительный проект «Arts Help KZ». Проект нацелен на создание самого большого в мире коллажа из портретов казахстанской модели Аи Шалкар и получение признания в книге рекордов Гиннеса. Идею поддержали сотни художников из 24 городов Казахстана и 9 стран зарубежья. Сейчас они собрали около 150 портретов. Длина коллажа уже превысила 100 метров. В период определенного времени я все отправлю и уже там буду ждать, когда именно по количеству работ будет зафиксирован рекорд. Если рекорд войдет в книгу Гиннеса, Лаура планирует организовать масштабную выставку. Вырученные деньги художники планируют направить в благотворительный фонд «Аружан Саин. Милосердие». Аям Амрина Бауржан Ермагомбетов. Первый. Карагандинский. Казахские обычаи Ашамай возродили в детско-спортивной школе по конным видам спорта «Кайрат». В преддверии празднования наурыз воспитанников школы посвятили в маленьких джигитов, а девочкам прокололи уши. Ашамай – древний обычай казахского народа. Его смысл в том, что посвящая в джигиты маленьких мальчиков, первым делом принято сажать в седло. Специально для маленького наездника раньше изготавливали седло и дарили именного скакуна. В спортивной школе решили возродить традиции и показать своим воспитанникам этот обычай. Первая посадка в седло сопровождается традиционным бота и шашу. Этот обычай также относится и к девочкам. Только вместо посвящения в наезднице им прокалывают уши. Карагандинка Наталья Степанова решила последовать обычаю и проколола дочери уши. Новенькие сережки надели торжественно под аплодисменты зрителей. «Честь праздника наурыз, чтобы провели такой обряд, так как мы тоже все знаем, соблюдаем наши традиции. Мы здесь родились и живем. Сейчас нам провели дочке обряд одевания сережек. Очень понравилось». Маленьких наездников и девочек с сережками с этого дня можно считать взрослыми. Обычно джигитам поручают самим ухаживать за своими скакунами. Так их с детства приучают к труду. А девочки потихоньку привлекаются к домашнему быту. Их учат помогать по дому шить и готовить. «Такая замечательная традиция по инициативе руководства спортивной школы городской «Кайрат» была инициирована сегодня. Вот сегодня такая цель, чтобы показать жителям, ребятам, что существует такой обряд, такая традиция. Вместе с тем обряд Ашамай планируется провести в рамках празднования наурыза, который будет проходить у нас традиционно в городе. То есть любой житель города Караганды может со своим малышом прийти и также пройти этот обряд посвящения в джигиты, либо также и девочке». Также в конной школе провели турнир по национальной игре «Тугас Кумалак». Родители и дети получили массу позитивных эмоций и узнали много интересного. Айя Мамрина Жасулама Кулбеков, Бавржан Ирмагамбетов, Первый – Карагандинский. В Караганде проводят благотворительные обеды для людей с ограниченными возможностями, а местные танцевальные и вокальные коллективы организовывают концертные программы. Чем кормили и как развлекали гостей, расскажет Лариса Хусаинова. Татьяна Безрукова – инвалид второй группы. Женщине 58 лет. Вспоминая прошлые годы, Татьяна говорит, что раньше о них так не заботились и не приглашали на праздники. Но сейчас все изменилось. К людям с ограниченными возможностями относятся с особым подходом. Женщина уже не первый раз на подобных мероприятиях. Большое спасибо всем сотрудникам, что нас не забывают, о нас заботятся. Дай им Бог всем здоровья. Поздравляю всех с праздником. Желаю всем доброго здоровья. А соцработникам доброго здоровья, чтобы они были всегда такими внимательными и нас никогда не забывали. Отдел занятостей социальных программ Караганды к празднику Наурыз проводит ряд мероприятий. В преддверии праздника для лиц с неврологическими заболеваниями в одном из кафе города провели благотворительный обед. Главные гости сегодняшнего мероприятия отведали традиционные блюда восточной кухни. А местные танцевальные и вокальные коллективы создали праздничную атмосферу. Кроме этого, которые люди есть, обслуживаются, которые неходящие, их на дому поздравляем. Кроме этого, среди наших населений есть многодетние семьи, малобеспеченные семьи и одинокие пенсионеры, которые обслуживаются на дому. В планах учреждения поздравить все уязвимые слои населения. Во многих районах кафе и ресторанах проведут благотворительные обеды, а людей с нарушением опорно-двигательного аппарата поздравят на дому. Всего до праздника Наурыз отдел занятостей социальных программ проведет 17 мероприятий. Лариса Хусынова, Солома Клубеков, Болжан Ермагомбетов, Первый Карагандинский. Скажи наркотикам нет. Под таким лозунгом прошел конкурс рисунков и эссе среди школьников Карагандинской области. В Музее изобразительных искусств состоялось награждение победителей. Ребятам вручили грамоты и ценные подарки. Юлиана Соловьева, ученица школы номер 59, стала победителем в конкурсе рисунков. Она считает, что проблема наркотиков в наше время очень актуальна. На своем рисунке ученица отобразила некоторые моменты из жизни. Основная мысль состоит в том, чтобы показать, какой прекрасной может быть жизнь без наркотиков, говорит Юлиана. Они объяснили мне основную задачу, что работа должна быть в основном очень позитивной. То есть мы должны эту тему раскрыть так, чтобы дети все откликнулись на нее. Над этой работой я трудилась около недели, может быть две. Конкурс проходил в течение двух месяцев. Всего прислали около 180 работ. Жюри выбрали 18 эссе и 16 рисунков. К сожалению, не все смогли приехать из регионов. Но радует, что есть много творческих ребят, которые готовы выразить свою активную гражданскую позицию, подчеркнули организаторы. С каждым годом цифра снижается, я подчеркиваю, она снижается. Почему? Потому что вот такие вот мероприятия профилактического характера, различные другие, спортивные и прочие, они больше стимулируют нашу молодежь к тому, чтобы больше заниматься творческой работой, спортом, прочими, как говорится, делами, которые помогают развиваться молодой личности. Организаторами конкурса выступили областное управление образования и управление по борьбе с наркобизнесом ДВД Карагандинской области. Такие мероприятия проводятся с целью отрицательного отношения к распространению и употреблению наркотиков среди детей и подростков. И последнее. Третий матч одной четвертой финала плей-офф. Карагандинский клуб «Сарарка» проиграл Курганскому клубу «Зауралия» со счетом 3-1. Матч проходил в Кургане. Счет в серии 1-2 в пользу зауральских хоккеистов. С первых минут обе команды включили высокие скорости и борьба сразу завязалась на каждом участке ледовой площадки. В первом периоде счет остался нулевым, а в самом начале второй 20-ти минутки счет открыли хозяева льда. 1-0. В течение следующих минут курганцы устроили настоящий штурм ворот карагандинцев. Но в одной из контратак «Сарарка» сумела сравнять счет. Тигран Манукян распечатал ворота соперников. 1-1. Заброшенная шайба придала карагандинцам уверенность. Подопечные Вадима Епанчинцева проводили атаку за атакой, не давая продохнуть вратарю зауралья. Однако все атаки и так и остались безрезультативными. В третьем периоде, оставшись в меньшинстве, «Сарарка» пропустила вторую шайбу 2-1. Под занавес матча наставник карагандинцев меняет вратаря на шестого полевого игрока в надежде перевести игру в овертайм. Не получилось. Третья шайба залетает в пустые ворота. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу зауралья. «Хорошая, равная игра такая. Где-то, в принципе, и дырала так и получилась. Попередный такой был, хорошо поднялся, тяжело было туда. Так она, может, менее интересна, но эта игра была руха, когда нужно, сказать, обнажать строго, самодержанно. К сожалению, некоторые игроки выпали у нас сегодня. Не было такой целостной команды, не было целостной игры». «Так, ну а при игре, в общем-то, коллега все сказал. «Хорошая, равная игра. Где-то готово. Понятно, что мы забили. Затем стали играть уже. Мы же насытили среднюю зону. Комбанта в стадии играет. Своей звони и на контратаке, на атаке у кого-то». Четвертый матч противостояния состоится на Курганском льду 17 марта. Затем плей-офф вновь возвращается в Караганду. Болельщики увидят свою команду 20 марта. Напомним, что игры плей-офф проходят до четырех побед. Андрей Тенбуржан Ермагометов, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансов Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин